17-18 стих Ну, это два стиха, которые требуют, наверное, совершенно отдельного подхода Попытаемся коротко остановиться на них Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков Не разрушить пришел я, а исполнить Аминь или истинно, истинно Каждый раз, когда Писание говорит истинно, истинно Перевод на еврит это аминь, аминь Амен и эмет это переход из арамейского в еврит и обратно с исчезновением одной буквы Это как бы базовая грамматика, фундаментальная еврейская Которая сделала однокоренными слова истинно и слово вера Поэтому эмуна это вера, амен это истинно истинно И либо усиление происходит от слова эмет, которое есть правда То есть каждый раз, когда мы с вами говорим аминь, мы говорим истинно истинно Иисус говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон Или как мы говорим, или на самом деле Тору или пророков Не нарушить пришел я исполнить Аминь или истинно, истинно говорю вам Пока не исчезнут небо и земля Ни одна юд или даже ни одна частица буквы не исчезнет из Тору Пока не исполнится Или не определится Или наполнится Или не поддержится Или не заполнится Все, миллионы тем Вот давайте сначала объясним немножко О чем идет речь Ни одна юд или ни одна йота по-русски Это самая маленькая буква еврейского алфавита И ни одна черта В иврите есть буквы, которые практически людьми со слабым зрением, как у меня Они не отличаются друг от друга Например, буква кав не отличается от буквы бет Разве что наличием малюсенькой черточки справа в углу И так в отношении нескольких других букв то же самое Например, буква реш и буква далет Так вот, что говорит Иисус? Он говорит, пока не исполнится все То есть абсолютно все Пока существует эта земля и небо Ни одна буква не может уйти из закона Иными словами Пока существует, говорит он, на земле Или во вселенной Это небо И эта земля Никто не имеет говорить права О прекращении действия закона Потому что еще не исполнилось все Конечно же вызывают сомнения Серьезные сомнения Не думайте, что я пришел нарушить Я пришел не нарушить Но я прошел исполнить И некоторые говорят, поскольку Иисус сказал исполнить А он исполнил То все дальнейшие рассуждения О актуальности закона Или тора сегодня Не имеют по собой оснований Было бы очень легко сказать так Если бы были какие-нибудь маломальские доказательства От того, что Иисус сказал Я пришел не нарушить Я пришел исполнить Ежегодно издается большое количество Библий Которые возвращают нас ретроспективно К переводам из греческого На которых нам дошло Писание на оригинальный язык Иврит, на котором без сомнения Писал Матфей И проводится определенная аллюзия Еврейских текстов Недавно мне довелось читать Очередной перевод Который сравнивается с переводом В свое время Делича И об этом пишет известный раввин Соловейчик Он пишет, что на самом деле Оригинальное значение должно было звучить так Не думайте, что я пришел разрушить Я пришел не разрушать А я пришел лекаем на Ивете Я пришел поддержать И этому мнению вторят практически все авторитеты И многие христианские исследователи сегодня И многие раввины Суть состоит в том, что не думайте, что я пришел нарушать Я пришел не нарушать Я пришел исполнять Если это на самом деле так То Тора или закон Точно так же актуальны сегодня, как они были актуальны Во времена Иисуса Ну и конечно же Абсолютно невозможно Абсолютно невозможно себе представить Что Иисус Встретившись лицом к лицу с фарисеями Которые пришли его послушать Как учителя Убеждает их в том, что они должны нарушить Заповеди Торы Более того Он идет дальше и говорит Кто научит Или кто нарушит Одну из самых маленьких этих заповедей И научит так людей Тот в Царстве Небес будет наименьшим А кто сделает по заповеди И научит так других Тот в Царстве Небес будет назван великим В променистической литературе А естественно Евангелие можно отнести к этому жанру Существует такое правило Разделение заповедей на Как бы более легкие и более тяжелые Митсвот калот Митсвот хамурот Это как бы еврейская терминология К тяжелым или к более серьезным заповедям Относятся также названия большие заповеди Так вот Писание говорит Что если вы нарушаете маленькую заповедь К вам применяются соответствующие наказания Но если вы сознательно ее нарушаете Эту маленькую заповедь То естественно вы не будете иметь в Царстве Небесном той доли Которую вы имели бы Если бы пытались бы изо всех сил ее сделать И то же самое касается больших заповедей Мы обязаны соблюдать даже малые Но если у нас это не получается Мы не имеем никакого права учить так других Иисус продолжает и говорит Если ваша праведность не будет явлена более изобильна Это перевод вольный Но мне кажется более правильный Чем праведность книжников и фарисеев То вы не войдете в Царство Небес Формула опять-таки Равинская Говорю вам Указывает на огромную важность Того чем говорит Иисус Иисус призывает своих учеников Превзойти праведность книжников и фарисеев Причем мне бы не хотелось Чтобы в этот момент Иисус противоставлял себя полностью Абсолютно точно как в том отрывке Когда Господь Бог испытывал Праведность своего сына Иисуса И мы читали изречение Равина О том, что Господь Бог Всегда возлагает больше ответственности На праведника И больше груза на домашнее животное Которое более сильное Точно так же и здесь Когда Писание говорит Ваша праведность Если она даже не произойдет праведности Тех, которых принято считать Среди вас наиболее праведными Даже если она произойдет Вам все равно не попасть в Царство Небесное То есть в данном случае Фарисеи вовсе не антагонисты Иисусу Да, среди них были такие Которые противостояли Ему Среди них были такие Которые поддерживали Его Но в принципе Надо понимать Что по огромному количеству заповедей Иисус мало чем отличался От фарисеизмов Я настаиваю Во множественном числе От фарисеизмов того времени Вы слышали, что сказано древним Не убивай Тот же, кто убьет Должен будет предстать перед судом Я же говорю вам Что суду повинен всякий Гневающийся на брата своего Тот же, кто скажет брату своему Пустой человек Повинен будет Синедриону А тот, кто скажет глупец Повинен будет гиене Итак Что же страшного в том Чтобы один, обращаясь к другому Сказал рака Мы очень часто говорим А, это пустое И ты пустой человек Однако с точки зрения Иисуса Собственно всей Библии Когда человек должен Нести ответ за каждое свое слово Сказанное И за каждую мысль Не высказанную Это имеет огромное значение Но прежде всего Давайте все-таки обратимся К языку На котором говорил Иисус Во-первых Или этимология этих слов Слово рака Обозначает пустышка А слово каль Легкий Слово кавод Тяжелый Вместе с тем Слово каль Созвучно слову проклятие А кавод Слово благословение Или честь Или почет То есть каждый раз Когда человек Созданный по образу Божию Обесценивается Или весит в глазах Другого человека Легкое Незначительное Тогда Господь Бог Расценивает это Как прокляться И наоборот Если мы придаем вес Другому человеку То таким образом Мы придаем вес Нашему Творцу Сотворившего Этого человека Более того Я хочу вам рассказать Еще один Медраж Который с моей точки зрения Достаточно Красочный Раби Шимон Бен Иллеазар Возвращался Из Мигдаля От своего Учителя Он неспешно ехал На осле И дух его Был груб Ибо он преуспел В учении И от того Произносился Превозносился И тут На своем пути Он повстречал Человека Отвратительного вида И он сказал ему Рака Как же отвратительен ты И как отвратительны люди Тебе подобные Ответил ему этот человек Иди И скажи мастеру Поднимая свои глаза Господу Богу Иди И скажи мастеру Который Сотворил меня Что он сотворил Отвратительный сосуд В тот же миг Испугался И сошел Раби Шимон Со своего осла И поклонился Этому человеку И сказал Раби Вот я раскаялся Прости меня Но он отвечал Не прощу тебя Пока не пойдешь И не скажешь Мастеру Не мне А мастеру Который Меня Сделал Как Ужасен Сосуд Сотворенный Тобою Поэтому Слово рак Которое употребляется В писании Здесь Которое так часто Необдуманно Мы употребляем По отношению К другим людям Утверждает Ни много ни мало Что творец Который сотворил нас Сам Не достоин хвалы Потому что Мы отказываем Ему В образе И подобии Которым он наделил Каждого Из нас Если будешь Нести дар твой На жертвенник И там вспомнишь Что брат твой Имеет что-нибудь Против тебя То оставь там Дар твой Пред жертвенникам И пойди Прежде Примелись С братом Раввины говорят Что Грех Между Человеком И Всевышним Может Очистить Жертвоприношение В судный День Или в день Искупления Оставим Это на совести Некоторых раввинов Которые утверждают Подобное Но Показательно Утверждают они Что жертвоприношение За грех Которым ты согрешил Против своего ближнего Невозможно Удовлетворить Жертвоприношением Грех Подобный Можно Искупить Лишь И исключительно Раскаяние Поэтому Суть Жертвоприношения Среди Раввинов Никогда Не состояла В том Чтобы Отделаться Или Откупиться От совершенного Греха Вы знаете Каждый раз Когда я Слышу Что мне говорят Что спасение В Ветхом Завете Было по делам Или что Раввины Учили Что если ты Принесешь Жертву То ты можешь Избавиться От греха Мне стоит Только пожать Плечами Это говорят Люди Которые Либо Не понимают Либо Не хотят Понимать Сути Сказанного И в Ветхом И в Новом Завете Никогда Раввины Не утверждали Ни во времена Талмуда Ни во времена Рамбама Ни во времена Барбанеля Никогда Они не утверждали Что спасение Можно заработать Делами Или что грех Можно искупить Делами Всегда Они говорили Что ему Этому делу Обязательно Должно Предшествовать Раскаяние Тем более Если ты согрешил Против ближнего Своего Более того Они говорили Что предпочтительнее Когда ты прощаешь Врагам своим Потому что В данном случае Как бы Твоя вера Достигает Наиболее полного Выражения Далее В книге Бен Сиры Написано Кто приносит Жертву От неправедного Стяжания Того приношение Насмешливое И дары Беззаконных Неблагоугодны Не благоволит Всевышний К приношениям Нечестивых И мужеством Жертв не умилостивляются О грехах Их Ишуа Просто развивает И укрепляет Эту идею Я хочу еще раз Подчеркнуть Это книга Бен Сиры Которая не относится К каноническому Писанию В 25 26 стихе Спеши Спеши проявить Благоволение К противнику Твоему Пока Вы с ним Еще в пути Чтоб противник Не предал Тебя Суде А судья Не предал Тебя Приставу И не бросили Тебя В тюрьму Аминь Аминь Говорю тебе Нет Ты не выйдешь Оттуда Пока Не отдашь Последние Монеты Помещенная В весьма Конкретную Социальную Среду Эта фраза Объясняет Очень многое С того Что мы знаем Или не знаем Еще Сегодня Когда суд Рассматривал Иски По возмещению Ущерба Которую сделали Должники То это был Один из самых Распространенных Предметов Разбирательства В тамошних судах Интересно Что когда суд Должен был Возмещать Убытки Кредитору То Мишна Говорит нам Следующее Для возмещения Ущерба То есть Если я причинил Кому-то Сознательный Вред Конфисковывают Лучшие земли Для возвращения Долга Конфисковывают Средние земли А вот Для расплаты По брачному Договору Конфисковывают Земли Не стоящие Обработки Это интересные Вещи Можно спорить Как же так Когда отношения Есть с женой Когда ты даешь Разводное Письмо жене Почему же Ты конфискуешь Почему у тебя Конфискует земля Для нее Не стоящие Обработки Но Рабина Объясняет Почему на самом деле Так оно происходит Когда ты Сознательно Причиняешь Кому-то Ущерб То ты Должен Нести И наиболь Наказание Когда ты Делаешь В дальнейшем Что значит Развод По причинам Которые Отчасти Были Связаны С ней Я верю Что никогда Не бывает Ситуации Когда в Расторжении Брака Виновна Лишь Одна Сторона Это Всегда Вина В большей Или меньшей Степени Двоих Людей То Забирают Землю В таком Случае Не стоящие Никакой Обработки Так вот Писание Говорит Мирись Со своим Противником Пока Ты Еще На пути С ним Чтобы В дело Не вмешивался Судья Который Может решить Вопросы Как угодно То есть Одним из Элементов Нашего Общения И нашего Воссоединения И нашей Любви Друг Другу Должно Быть Еще И осознание Что Господь Вручил нам Полностью Своё Слово И он Дал нам Возможность Любить Друг друга Еще на этой Земле И нам Нет никакого Смысла Ждать До последней Минуты Пока Все То Что мы Делаем Или Не делаем Будет Принесено На суд А Еще один Важный Элемент Вы слышали Что было сказано Не пролюбодействуй А я же Говорю вам Что всякий Кто смотрит На женщину С вожделением Уже Пролюбодействовал С ней В сердце Своем Если же Правый Глаз Твой Совращает Тебя Вырви Его И брось От себя Ведь полезнее Тебе Чтоб погиб Один Из членов Твоих А не Все тело Твое Было Сброшено В гиену Если Правая Рука Твоя Совращает Тебя Отсеки И брось Ее От себя Ведь полезнее Тебе Чтоб погиб Один Из членов Твоих А не Все тело Твое Отправилось В гиену Мы думаем, что Иисус как бы противоречит фарисеям. Отнюдь Он противоречил определенной группе фарисеев, которые действительно утверждали, что лучше грешить глазами, чем грешить своим телом. Однако, если мы, например, читаем Талмуд, Йома, там приводится в 29-м разделе другая точка зрения. Говорится, что помыслы о грехе страшнее самого греха. Об этом, собственно, предупреждает Иисус. У евреев вообще существовал строжайший запрет на какие-либо отношения между мужчиной и женщиной, так что им, если они не были в браке, так что им даже запрещалось оставаться наедине друг с другом. К примеру, в книге Сирахо говорится, отвращай око твое от женщины благообразной и не засматривайся на чужую красоту. Многие совросились с пути через красоту женскую, от нее, как огонь, загорается любовь. Отнюдь не сиди с женой замужней и не оставайся с ней на перу за вином. Но, несмотря на все это, видеть себя воображаемым во сне, вступающим в половую связь, даже со своей сестрой, считалось абсолютно нормальным. Опять-таки, я не собираюсь здесь никого не судить, никого не превозносить. Конечно, я абсолютно не согласен для себя с мыслями, высказываемыми раввинами по этому поводу. Тем не менее, я хочу сказать, что в споре аллахическом, который существовал в те времена с каждым между Елелем и Шамаем, Иисус занимает более строгую позицию или позицию Шамая, что говорит не о том, что он противостоял полностью фарисейской школе, а говорит, что он занимал позицию, которая показывала одно из направлений фарисеизма того времени. Однако, полностью, как мы уже читали в трактате Йома, соответствовало одному из направлений, которые в конечном итоге возобладали в иудаизме. Еще буквально несколько стихов до конца этой главы было также сказано «Кто будет отпускать жену свою, пусть даст ей свидетельство о разводе». Я же говорю вам, что тот, кто отпускает жену свою по любой причине, кроме вины, прелюбодеяние, дает ей повод, чтобы ее соблазнили, и тот, кто отпущенную другим берет жены, прелюбодействует. В отношении права мужчины дать женщине разводное письмо существовало огромное количество предписаний, которые на самом деле вошли целым разделом в Вавилонский Талмуд. Однако, чтобы быть кратким, буквально пару слов. Существовали, опять-таки, две школы, Гилеля и Шамая, которые говорили, что если женщина станет противной в глазах твоих, что это на самом деле значит. Один говорил «Окей, это значит, что если она пережарила яичницу, грубо говоря, или сожгла картошку с мясом, этого достаточно, чтобы развестись с ней». Другая же школа утверждала «Нет, этого недостаточно, и необходимо, чтобы имела место вина прелюбодеяния». Что делает здесь на самом деле Иисус? Он занимает просто позицию одной из этих двух школ и говорит, что для того, чтобы развестись с женой, необходимо зафиксировать сам фактор любодеяния. Хотя, конечно, при этом отмечает, что Господь Бог не хотел, то есть была его совершенная воля на то, чтобы люди никогда не разводились. Однако, человек есть тот, кто он есть. К сожалению, и в данной ситуации единственным теоретически возможным предлогом для развода Иисус считает, следуя одной из двух школ в иудаизме, еще вы слышали, что древним было сказано «Клятвы не нарушай, но исполняй пред Господом». Я же говорю вам, что вообще не надо клясться ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что оно подножие ноги его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, и даже головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Пусть слово твое будет да-да и нет-нет, а что сверх этого, то от лукава. Есть в Талмуде целый огромный трактат, который называется «Недарим» или «Клятвы». Так вот, там говорится, что двойное повторение «да-да» или «нет-нет» уже должно считаться клятвой. Иисус, конечно же, об этом знает. Поэтому, когда Он говорит «не клянись ни небом и землей», Он говорит теоретически максимальная клятва, которой вы можете поклясться, это «амен-амен», «да-да» или «нет-нет». Но все, что свыше этого, это уже от лукава. Вы слышали, что было сказано? Око за око и зуб за зуб. Когда я думаю об этом, как часто богословы представляют эту фразу как основание для праведности или антиправедности в законе, мне становится не по себе. Подумать так, что среди евреев не должно было остаться, как и среди других народов, ни одного человека, у которого присутствовали бы зубы во рту, ни одного человека, у которого осталось бы око на лице. Суть состоит в том, что никогда евреи ни того времени, ни времени Моисея не воспринимали сказанное Богом как немедленную заповедь или призыв к мести. Око за око, зуб за зуб. Око за око, зуб за зуб, ухо за ухо, вы можете сами продолжить, воспринималось как максимально возможное наказание за определенного рода преступления. Иными словами, если кто-то выбил вам зуб, не дай Бог, то максимум, что вы можете сделать по приговору суда, этим занимается суд, суд имеет право удалить у него зуб. Или если вам выбили глаз, вы имеете право потребовать максимум выбить ему глаз, не два глаза. Но отсюда вовсе не значит, что этому человеку обязательно выбьют глаз. Кстати говоря, порядка 90% всех подобных исков никогда не решалось физическим насилием или физическим увечьям для человека, а предлагалось всегда принести материальное возмещение ущерба. То есть суд всегда вычислял, что потеря зуба равняется такому-то количеству денег или материальный средств глазок и так далее. Вы слышали, что было сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Тут надо, наверное, отметить, что вы слышали, что было сказано. Иисус не говорит, что так написано, потому что вы нигде в Библии не найдете, что было написано. Иисус как бы сравнивает устную традицию и написанное в Торе. Он говорит, «Вы слышали, вас старцы учили, а я выбираю другую позицию». Кстати, он не голословен, потому что в его времена известный, например, исследователь иудаизма второго храма указывает на то, что такая формулировка имелась действительно в одном из арамейских торгумов. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Кроме того, эта фраза встречается в одном из свитков, так называемых свитков кумранских, так называемых свитков «Война сынов света против сынов тьмы», где на самом деле действительно указывалось «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Иисус не выступает против заповедей Торы здесь, потому что в заповедях Торок абсолютно нет такой фразы. Он выступает против конкретных направлений в иудаизме, того времени, с которыми он не согласен, и в то же самое время поддерживает другие направления. «А я говорю вам, – продолжает он, – любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и преследующих вас, чтобы сделаться вам сыновьями отца вашего, который в небесах, потому что он поднимает солнце свое над злыми, над добрыми и проливает дождь на праведных и неправедных». Согласно трактату Авот де Раби Натан, высшей доблестью в иудаизме всегда считалось превратить врага в друга. Хотя существовала, конечно же, и обширная традиция, выступающая за непримиримое отношение к врагам. Собственно, здесь Иисус начинает медраж на стих «Будь святый, ибо я свят», выдвигая для своих учеников высокие критерии святости. И, может быть, еще важно, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Разве не то же самое делают и сборщики податей? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Разве не то же самое делают и язычники или неевреи? А мытари или сборщики податей, они всегда воспринимались как прислужники местной власти, утверждающей власть язычников над евреями. Талмуд говорит, нет такой семьи, в которой, если есть в ней один мытарь, все не были бы мытарей. Точно так же, как нет такой семьи, в которой был бы один разбойник, и не были бы в ней все разбойники. Мы оставляем на совести Талмуда подобное утверждение, которое нивелирует всех. Однако важно отметить, что он ставит разбойников и мытарей в один ряд. Поэтому он говорит, что если вы любите только тех, которые любят вас, точно так же поступают худшие, точно так же поступают и разбойниками. Например, сидели вместе раби Иуда, раби Йоси, раби Шимон, бар Йохай, и с ними был Иуда бен Герим. Раби Иуда начал говорить, хорошо делают римляне, они благоустроили площади, построили мосты и бани. А раби Йоси смолчал, а раби Шимон отозвался. Все, что построили они, не иначе, как для себя. Площади, чтобы посадить на них блудниц, бани, чтобы в них нежиться, а мосты, чтобы брать проезд, по ним заходить. Иными словами, здесь, в данном контексте, когда мы смотрим на призыв любить своих врагов, даже то хорошее, что они делают, должно быть для нас поводом подумать лишний раз, чтобы указать нам на путь примирения. С другой стороны, если это невозможно, Писание говорит, что будьте готовы иметь мир со всеми, если это возможно, с вашей стороны. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш, который в небесах. Иисус как бы цитирует из книги Левит, из 11 главы 44 стиха, где Писание говорит, «Будьте святы, ибо я свят». Стремление к святости в нашем понимании сегодня – это стремление к освящению, или стремление к пониманию того пути, который Господь Бог выбирает для всех нас. Как много рассказал Иисус нам своей нагорной проповедью, и перед нами еще не меньшее кладезь мудрости. Будем думать и рассуждать вслух вместе. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok